Доброе утро! На сцене Большого театра опять и снова возродились меланхоличная Татьяна, жизнерадостная Ольга, сердечный Ленский и рассудительный Онегин. Самая знаменитая поэма о любви. Опера-символ русской культуры, в которой поэзия Пушкина гармонично слилась с прекрасной музыкой Чайковского. Непревзойденный образец лирической оперы. Все это Евгений Онегин. На днях Большой театр оперы и балета представил зрителям обновленную версию постановки. Небольшие изменения произошли в режиссуре спектакля, но главное новшество коснулись сценографии и костюмов оперы. 27 лет назад перед работой над Евгением Онегином художник Дмитрий Мохов побывал в Пушкинском заповеднике. Все задуманное тогда Дмитрием Максимовичем реализовать не получилось, не успели. Зато теперь зрители смогли насладиться изображением точных копий аллей, по которым гулял Пушкин. Например, мимо той часовинки Александр Сергеевич проезжал, когда ехал к няне. Помимо этого в новой сценографии появились декорации дуэли, ларинского бала и комнаты Татьяны. У меня такое ощущение, что я на 27 лет помолодел, потому что я снова вернулся к тому материалу. Все хлопает, а Онегин входит. Идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь наводит на ложе незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, все видел лицами, убором. Ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул. В отличие от Онегина, зрителю белорусской оперы скучать не пришлось. В новых ярких костюмах артисты пели словно в первый раз. Мы все ждали новые костюмы, новые декорации, потому что это один из любимейших наших спектаклей. И зрителей тоже, потому что всегда аншлаги на Евгении Онегине. Не обошлось на премьере и без дебюта. Публики представили нового Ленского в исполнении Алексея Микутеля. Мой Ленский будет более серьезным, более взрослее. И лирика, конечно, у меня будет присутствовать, но все-таки в меньшей степени. Евгения Онегина «Я люблю больше» из всего мной написанного, признался однажды Чайковский. И, безусловно, такую классику можно ставить, прочитывать, удивляться ей и наслаждаться ею бесчетное количество раз. Я всегда говорю своим друзьям, артистам, оркестрам, музыкантам или певцам, артистам хора, всем, кто работает над тем или иным продуктом нашим, что мы должны его делать так, как будто бы в первый раз. Потому что придут люди, которые раскроют эту страницу впервые в своей жизни. И я надеюсь, что они об этом не пожалеют. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет и, наконец, увидел свет. Увидел свет и новый Евгений Онегин Большого театра. Правда, тем, кто не сумел попасть на премьерные показы, придется ждать встречи со знаменитым произведением уже в новом сезоне.